Традиционно в День Конституции лучшим представителям молодежи города, которые имеют особые заслуги в учебе, спорте и общественной деятельности, вручили их первые паспорта. Почетные гости выступили с поздравительным словом. Ответственный день – начало нового этапа в жизни ребят. С этим документом юноши и девушки принимают часть ответственности за нашу страну, за ее будущее и настоящее. Очень волнительный для меня день, это торжество. Я первый раз получила паспорт, и я очень рада. Я сначала очень сильно волновалась, но сейчас все очень хорошо, и я довольна этим. Сегодняшний день был очень волнительным, но интересным и весьма историческим. Все-таки наша Конституция исполнилась 30 лет. Это очень важная дата в истории нашей страны, и мы должны ее помнить все время. Я сегодня первый раз получила паспорт к гражданине Республики Беларусь. Я очень этим горжусь, и горжусь тем, что я в Беларуси. Праздник прошел и в познавательной форме. Для учащихся Бобруйского медицинского колледжа адвокаты и нотариусы провели игровой квиз. Участники более детально узнали о конституционных правах, о том, как поступать в сложных ситуациях, и какие гарантии предоставляет государство своим гражданам. Все команды были награждены дипломами и медалями. Учащиеся разбираются, как лучше поступить в той или иной ситуации, что Конституция гарантирует, как можно это реализовать на практике. Обычно такие квизы всегда доставляют массу положительных эмоций, несмотря на то, что сегодня, сейчас мы проводили этот квиз среди будущих медиков. Они все большие умницы и прекрасно владеют нормами Конституции. Был достаточно интересный такой в рамках для молодежного движения. То есть было не скучно, было весело, было действительно интересно. Много чего с ребятами мы открыли для себя нового. Научились, наверное, более грамотно формулировать именно правовые какие-то нормы. И бесспорно извлекли для себя какой-то новый урок. Такие мероприятия достаточно крутые, классные. Они нравятся молодежи, потому что они не только дают какие-то новые знания, они также сплощают коллектив. Поэтому даже было бы классно, если бы такие мероприятия проводились почаще. Также в городе накануне государственного праздника прошли диалоговые площадки. Одна из таких бесед была проведена в стенах студии телеканала «Бабрус-360». Спикеры отметили значимость изменений и дополнений в Конституции, касающих сохранения исторической памяти и героического прошлого белорусского народа, а также патриотизма. Ведь важны ориентиры для государственной политики, воспитания молодежи и преемственность поколений. Встреча еще раз напомнила нам о том, что основной закон играет очень важную часть жизни белорусов. И пусть наша страна всегда будет мирной, процветающей. Такая тема достаточно серьезная. И иногда кажется, что вот как преподнести информацию для молодежи, чтобы им было интересно. Потому что обычно любят все развлекательные мероприятия какие-то, а здесь все-таки такое важное событие. И я считаю, что эксперты очень хорошо справились со своей задачей. Они рассказали все емко, грамотно, четко и доступным языком. Наша страна прошла сложный путь становления. Вместе с ней менялся и основной закон. За 30-летнюю историю Конституция стала гарантом мира и стабильности, защиты и развития общества. Народ отставил право и дальше развиваться как независимое государство. Новое поколение должно выбрать верный путь. Для этого есть все условия и социальные гарантии, закрепленные в главной книге страны. Ведь от граждан зависит, какой Беларусь будет завтра. Никита Шойковский, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.